Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено обзору моих новых канарейчик самок, которых я приобрел на выставке. Мне они понравились тем, что цвет очень необыкновенный. Они не желтые, не оранжевые. В общем, сейчас приступим к просмотру и сами все увидите. И еще хотелось бы сказать, что я приобрел 8 самок, и из них одна самка сегодня вроде очень хорошо отъела. По-моему, это самец. Так что буду наблюдать. В дальнейшем выложу видео, покажу. Если это самец, то значит, мне не повезло. Надо будет просто уведомить их бывшего владельца, сказать, что вот так и так, друг мой там самец может назад ему отдать, или он меня так простит. В общем, приступаем к просмотру канарей. Вот она, одна из них. Так, сейчас как зафиксировать. Перед вами первый экземпляр, приобретенный мною канарейки. Порода раскраска называется, если я не ошибаюсь, то шиферная. Вот такая вот она красивая. По возрасту примерно 9-10 месяцев. Вот расцветка. Второй экземпляр приобретенной канарейки. Вот, видно, да? Это напоминает расцветку йодистая. Это экземпляр под номером 3. Как называется расцветка, я не знаю. Может быть, краснодеревая. Нет, не краснодеревая. Бывший владелец подрезал вот этой канарейки и еще такой же цвет хвостики. Говорит, якобы, это вот сестры, он так помечает, чтобы брат с сестрой не попался, а режет он хвостики. Это экземпляр под номером 4. Сейчас вы слышите, Кеннер поет. Экземпляр под номером 5. Я специально озвучиваю экземпляры номером, чтобы вам в комментариях было удобнее писать, допустим, первый такой-то, такой-то, пятый такой-то, такой-то. Вот. Экземпляр под номером 6. Вот она. Вот такие вот необычные расцветки. Экземпляр под номером 7. Не хочет позировать. И заключительный экземпляр под номером 8. Вот этот канарейка или Кеннер. Я до конца еще не определился, кто это. Покупал я его как за самочку. То есть всего было 8 самок. Но сегодня он очень хорошо пел. Прям складывал крылышки, вытягивался. Ну, типичное поведение типичного самца. Я его отсажу отдельно, понаблюдаю за ним еще. Затем сделаю видео, посмотрим. Ну, похвастаюсь. Если точно самец, значит самец. Думаю позвонить предыдущему хозяину. Сказать, что он ошибся с самкой. Просто цена очень разная. Очень большая. Разница в цене очень большая. Самки дешевые, а самцы очень дорогие. Не знаю, как он к этому отнесется. Но я позвоню, скажу, что он ошибся. Пусть сам решает. Или простит меня. Ну, как бы моей вины-то тут нет. И может отдам ему обратно этого кенера. Пусть продает по нормальной цене. Вот, значит, что я хотел сказать. Что канарейки, я одержал их в этом... Отдельно. Забыл слово. В карантине одержал канарейку. Неделю. Ну, наблюдал, смотрю, все бодрые. Никто не хухлится. Никто не надувается. Не пыжится. Не чешется. Ну, и все. Притащил их сегодня в общую свою комнату. И сделал вот вам видео. Так что посмотрите. Такая вот у меня обновка в моем хозяйстве. Сейчас сниму всех крупным планом. Вот такие вот барышни. В моем хозяйстве. Больше всего мне понравилось. Вот сейчас отсюда сидит третья. То есть, первый экземпляр, которая серая, шиферная. Я хочу ее скрестить зеленым кеннером. Возможно, будут какие-то интересные цвета. Убедительная просьба. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь на мой канал. Рекомендуйте друзьям, товарищам, любителям птицеводам. Мой канал. Пусть люди подписываются. Делитесь опытом. Также со мной. Я с вами. Благодарю всех за внимание. Желаю всем, кто разводит канареек, удачи в этом деле кропотливом. Терпения. Внимания тоже. Кто разводит попугаев, курея мадин, тем тоже удачи. В общем, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И до скорой встречи. Вот, кстати говоря, понаблюдайте за вот этим кеннером. Даже вот сейчас он проявляет поведение у него не такое, как у самок. Он пытается ногу поставить на соседнюю канарейку. Вот сейчас он третий. Я подозреваю, что он самец. Продолжение следует...